Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Я в свое время записывал интересный разбор вот такого дебюта GF4, Fe5. И здесь вместо ходов HG3 и FG3, которые встречаются наиболее часто, белые неожиданно меняются E4 и бьют на поле F4. Кто не смотрел еще видео, подсказку оставлю в верхнем правом углу. Это так называемая система мастера Хацкевича. То есть он ее подробно разобрал. Я в своем видео нашел еще более сильные варианты за белых. Но затем мастер Иван Смурков из Ярославля показал мне интересный вариант игры за черных, в котором безраздельным преимуществом владеют черные. И белым надо стремиться чуть ли не к единственной ничьей. Теперь давайте рассмотрим, как правильно играть за черных. Все-таки. Играем DC5 и белым надо закрываться до Е3. То есть черные связали центр белых. Видите? Теперь играем GF6. Ну и на сильнейший ход CB4 черные неожиданно играют HG7. И бьют две шашки на G3. Затем играют ЕD6. И вот здесь у белых есть три возможных варианта. БЦ3, ЕF2 и ЕF4. Давайте рассмотрим их все. После хода ЕF4, однажды мы так на стриме выиграли тоже одного сильного кандидата в мастера. Катус 71 у него по уникс. Мы сыграли DC5. То есть белые проводят комбинацию, но за свою дамку они отдают сразу же три шашки. То есть белые играют ДЕ5. Затем отдают вторую шашку. Затем еще три. Всего пять получается шашек отдали. И побили только две. То есть у нас получается сейчас две лишние шашки. Отходим. ДЕ3. Ну и здесь черные постепенно побеждают. Видите, шашками, допустим, АБ2 белым ходить нельзя, так как их дамка будет тут же поймана. Мы можем себе позволить отдать две шашки за дамку белых. И все равно остаемся с лишней шашкой. Здесь выигрыш простой. Поэтому белым надо как-то играть большой дамкой по большой дороге. Тогда здесь делаем точный ход. BC5. Именно в эту сторону. Мы в партии сыграли БА5. И там у нас еще были проблемы с реализацией. Здесь проблем вообще нет. То есть видите, нельзя нападать на шашку Е3. Она неуязвима. Из-за простого хода FE7 и ЕД6. И дамка белых бесславно гибнет. Черные легко побеждают. Поэтому белым надо играть как-то по большой дороге. Допустим, снова ушли АЖ7. Тучи сгущаются вокруг белых. Играем ДЕ7. И снова грозим поймать дамку белых. Ну, допустим, ушли на Б2. Играем ЕД6. Снова грозим поймать. Ну и здесь возможны несколько ходов. Так, если белые нападают дамкой с поля С1. Ну, здесь просто играем СБ4. И ловим дамку белых. Так, если белая игра, допустим, дамкой на А3. Здесь просто играем СД4. И поймали дамку. Так, если белая игра, допустим, БЦ3. Также дамка гибнет. Играем СД4. Поймали. Ну, если, наконец, белые играют на поле H8. Наиболее сильное сопротивление. Также играем ДЕ5. Белые бьют. Затем играем АП7. И дамка, видите, при всех вариантах, при всех раскладах, черные остаются с лишней шашкой. Поэтому ход ЕФ4 в данной позиции некорректный. Отмечу красным. Какие варианты есть еще в этой позиции у белых? Если они играют БЦ3, тогда черные также получают преимущество. Играем HG5. Именно таким образом. Ход кажется слабым. То есть, видите, у черных образуется связка. Но на самом деле у белых застряла шашка А1. Поэтому эта связка, то есть, после хода GH6 мы разменяемся, разные или поздно, FE5. И у черных будет преимущество. Вот здесь возможны также два варианта. ЕФ2, правильный ход. И CB4 уже красиво проигрывает. Давайте рассмотрим сперва CB4. Как здесь победить могут черные? Нападаем ДЕ5. И приходится играть БА5. Лучшего не видно. Побили, побили. И бьем на Д6. У белых надо отыгрывать шашку. Они играют СД2. Тогда играем АБ6. И нападаем на шашку черных. БА5. Белым надо меняться. Лучшего не видно. И проводим размен 2 на 2. ЖФ4. И бьем. ЖФ4. И бьем на Б4. Здесь есть два варианта. АБ2 и АЖ5. Давайте рассмотрим оба. После хода АБ2 играем БА3. Нападаем. Надо отходить. И здесь жертвуем шашку. Играем ДЦ7. Зафиксировали шашку А5. И неизбежно идем в дамки. Это выигрыш. Допустим. ЕД2. АБ2. Ну и тут снова возможны два варианта. На АЖ5. Уже ставим дамку по большой дороге. Ну и здесь легкий выигрыш. Допустим. ЖХ6. ЖФ6. ДЕ3. АБ2. Так. ЖХ2. Допустим. Ушли обратно. АЖ3. АБ2. То есть мы ждем, когда белые заведут шашку на Ф4. Затем меняемся ФГ5. И легко побеждаем. Никаких проблем. Так. Если в этой позиции белые решают откинуть шашку черных. Допустим. Таким образом. И вот тут уже играет АЖ5. Тогда играем ДЦ3. На нападение отходим. Ну и тут тоже выигрыш. ЖФ2. СБ2. ФЕ3. Ставим дамку по большой дороге. Ну и на ЕФ4 играем ФГ5. Легкий выигрыш. Так. Разобрали ход АБ2. Он проигрывает. Выяснили. На ход АЖ5 здесь надо найти вот такой вариант. Или знать его. ЖХ6. Именно такой ход выигрывает. Загоняем белых. Заставляем их поставить рожон. Но на самом деле здесь белые проигрывают. Допустим. БЦ3. ЖФ2. АБ4. ФЕ3. БА3. ЕФ4. АБ2. Ну и белым надо либо ФЕ5 играть. Либо ФГ5. Давайте рассмотрим оба хода. На ФЕ5 здесь простой выигрыш. Играем на С1. Ну и после хода ЕД6 просто откидываем шашку. Ну и бегаем по полям С1 и А6. С легким выигрышем. Если белые жертвуют шашку. Пытаются прорваться в дамки. Здесь тоже простой выигрыш. Ставим дамку на поле С1. Ну и здесь есть два хода. ЕФ2 и ЖФ8. Давайте рассмотрим оба. После хода ЕФ2. Играем. С3. Д2. Ну и допустим белые ставят дамку. Лучшего не видно. Тогда нападаем на шашку. Ну и после хода ФЕ3. Пусть им белые играют дамкой на А6. Грозят, видите, разменяться. Поэтому играем на А4. Ну и после размена выясняется, что черные легко побеждают. Проводят третью шашку в дамке. Строят треугольник Петрова. И легко выиграют. Так, если в этой позиции белые не играют ЕФ2, а играют, допустим, в ЖФ8. Ну здесь просто играем ФЖ3. И видите, постоянно стоит угроза ДЕ7. То есть черные проводят вторую дамку. Ну и также легко побеждают. Никаких проблем нет. Друзья разобрали. Ход СБ4. Вот в этой позиции уже проигрывает. Правильно играть ЕФ2. Здесь тоже возможны прикольные варианты. Играем Ж6. Ну и допустим, на ход АБ2 играем Б5. И у белых есть два варианта. АБ4 правильный вариант. И СД2 уже снова проигрывает. Напрашивающийся ход, но очень плохой. То есть после СД2, видите, белые выстроились таким кулаком ударным в центре. Но на самом деле эта позиция проигранная. Здесь черные красиво побеждают. Играют ДЕ5. И у белых возможны три хода. АБ4, ФЖ3 и ЖН2. Все они проигрывают. Из-за красивых комбинаций. После хода ФЖ3 проводим комбинацию. Поставьте видео на паузу. И попытайтесь найти красивый выигрыш за черным. И неожиданно играем АБ4. То есть видите, сюда бить нельзя, так как черные попадут в дамки. Поэтому приходится бить на С5. Тогда играем ЖФ4. И бьем на Б4. Ну и выясняется, что в какую сторону не побьешь, везде плохо. Сюда бить нельзя, так как черные попадут в дамки. А если побить на Ф6, тогда ставим шашку на А3. И как бы белые не играли, мы бьем три шашки белых с выигрышем. Такая красивая комбинация. Возможно после хода ФЖ3. После хода АБ4, черные также проходят не менее красивую комбинацию. Поставьте видео на паузу и попытайтесь найти выигрыш за черным. Играем ЖФ4. И бьем на Д6. Видите, за счет отсутствия шашки у белых на поле С1 и так называемой решетчатости проводим комбинацию. Подкидываем шашечку. ДЕ7. Загоняем белых в дамки. Подкидываем еще одну, чтобы было красивее. После хода БЦ7 наносим вот такой симпатичный удар с выигрышем. Так, АБ4 также проигрывает. После хода ЖХ2 здесь также проводим комбинацию, но здесь выиграть немножко посложнее. Играем АБ4. И надо бить на С5. Тогда играем ЖФ4. И снова возникают вот эти идеи. Бьем на поле Б4. Мы уже это все видели. Белые бьют на Д6. И черные ставят шашку на А3. Но белые еще сопротивляются. Они закрываются. ФЕ3. И допустим играют АЖ3. Ну и здесь надо еще сделать несколько точных ходов. Например, рассмотрим такой вариант. АБ6. ЖФ4. БЦ5. СД4. Черные меняются вот таким образом. Белые допустим уходят на А7. И здесь черные побеждают. Допустим, ДЕ7. Белые меняются. Просто уводим дамку на А1. Допустим ЖФ6. И начинаем ждать. На АЖ5 играем на А1. И белым рано или поздно придется отдавать две шашки. И играть АЖ7. Тогда откидываем белых. И легко выиграем. Вот такая идея выигрыша. Так, рассмотрели. Ход СД2 уже проигрывает. Правильно в этой позиции играть АБ4. Ну и у черных есть три атакующих хода. ДЕ5. ДЕ7. И ФЕ5. Давайте рассмотрим все возможные варианты. Но мне кажется, наиболее сильная атака возможна после хода ФЕ5. И далее. Белым надо меняться вот таким образом. И вот здесь уже строится в центре. Ударным кулаком. СД2. Черные делают очень тонкий ход. БЦ7. И снова белые стоят на грани поражения. То есть проигрывают уже напрашивающиеся ходы ЕФ4 и БА3. А вот ход так. ЕФ4 и БА3. А вот ход ЖХ2 все-таки ведет к ничьей. Но его еще надо найти. Давайте теперь рассмотрим возможные варианты. После БА3 играем СБ6. И грозим разменяться на поле С5. Полностью связать белых. Поэтому белым приходится меняться таким образом. Тогда играем ФЕ7. Не даем пошевелиться шашке С5. Ну и на ход ЕФ4 играем ДЕ7. ДЦ7. Грозим отъесть шашку С5. На ход ФЕ5 меняемся назад. Ну и здесь на любой ход отъедаем шашку С5 и легко выигрываем. Тут никаких проблем нет. Так, рассмотрели ход БА3. Он проигрывает. Также проигрывает ход ЕФ4. Из-за похожих идей. Играем СБ6. Ну и здесь возможны два варианта. БЦ5 и ФЕ5. Белым надо жертвовать. После БЦ5 и БА3 выигрываем снова похожим образом. Играем ФЕ7. Затем ДЦ7. И грозим отъесть шашку на С5. На ход ФЕ5 единственный. Меняемся назад. Ну и следующим ходом отъедаем шашку С5 с выигрышем. Тут все понятно. Так, если в этой позиции белые жертвуют шашку в эту сторону. Здесь еще надо сделать несколько точных ходов. Белые играют ЖХ2 и грозят вернуть шашку, захватить центр и еще получить преимущество. Здесь надо сделать очень тонкий ход. ДЕ7. Только он ведет к победе. То есть видите, на ФЖ3 мы уже наносим так называемый кинжальный удар. Играем ХЖ5 и БЦ5. Ну и в какую бы сторону белые не побили, они проигрывают. Понятно. То есть остается играть за белых только БЦ5. Тогда здесь меняемся ЕД6 и белым надо отыгрывать шашку. Играть ДЕ5. Лучшего не видно. Тогда играем ДЦ5 и ЦБ4. И видите, на любой ход грозит ход БА3. А если белые играют ЖХ4, тогда в дамки сразу же идти нельзя из-за комбинации. Вот такой. Поэтому играем сперва ЖФ6. Ну и следующим ходом уже играем БА3 и легко побеждаем. Тут все понятно. Ну и наконец последний вариант возможный в этой позиции. Играть за белых ЖХ2. Очень точный ход, труднонаходимый. То есть белые сдвигают опорную шашку до мощного поля. Получают так называемую отсталую шашку. Этот ход найти очень нелегко. Черные также продолжают давить. Играют ФЕ7. Снова у белых единственный ход ЕФ4. Только этот ход ведет к ничьей. И у черных есть два варианта давления. ЦБ6 и ЖФ6. Давайте рассмотрим оба. После ЦБ6 здесь белым надо уже жертвовать шашку. И нападать ФЖ3. И вот здесь видите, за счет отсутствия шашки на поле Ф8, кинжальный удар никак не возможен. Поэтому позиция ничейная. Если в этой позиции, допустим, черные играют вместо ЦБ6. Допустим, ЖФ6. Белым снова нажертвовать шашку и нападать ФЖ3. Тогда черные продолжают давление играть ЕД6. Это видите, более сильный вариант давления. У белых снова единственный ход БА3. Черные играют ДЕ7. Пока не дают выйти БЦ5, потому что шашка Ц5 погибнет. Поэтому белым приходится играть ХЖ3. Далее возможно. ФЖ7, ЖЖ4, ЖЖ6. Белые все-таки играют БЦ5. Черные выигрывают шашку. Но белые красиво играют ДЕ5, так называемая присоска. Ну и в какую бы сторону черные не побили, это ничья. То есть сюда бить бесполезно. Белые разменяются на Ф6 и пройдут дамки. А если бить на Ф4, то это ничья. Допустим, СД4, ЕФ6. СД6, АБ6. ДЦ3, ХЖ5. Ну и после хода ДЕ7 партия заканчивается ничьей. То есть белые проводят дамку на Х8. Затем меняются СБ4. И это ничья. Вот такая, друзья, далеко не очевидная, очень тяжелая ничья за белых, возможно, после хода АБ4. Так, АБ4. И вот здесь мы играли ФЕ5. Давайте теперь рассмотрим давление после хода ДЕ5. Здесь белым надо играть БА3. И черные играют ЕФ4. Теперь белым надо меняться. ДЦ5, это единственный ход. И бить вперед. И вот здесь уже белые могут перехватить инициативу. Черным надо играть аккуратно. ДЦ7. Тогда белые играют ФЖ3. Черные нападают. Надо белым отходить СД6. И черные вроде бы выигрывают шашку, но на самом деле это шашка отравленная. Белые неожиданно играют ЕД4. И получают встречные шансы. Смотрите. Если побить на Е7, то здесь уже побеждают белые. Они играют ДЕ5. И бьют в дамки. Черные бьют. Белые бьют. И побеждают уже белые. То есть вот кто хочет играть этот вариант за белых, запоминайте. Есть такая атака. Так, если побить, допустим, на Е3, то белые продолжают атаку. Играют БЦ5. И несмотря на лишнюю шашку, все-таки положение белых более приятное. Черным надо жертвовать шашку и играть ЕД2. Тогда белые проводят так называемый удар по затылку. И черным здесь надо играть предельно точно. Например, напрашивающийся ход ФЖ7 уже проигрывает. Белые неожиданно играют ЕФ2. Точный ход. И грозят связать черных. Поэтому приходится меняться. ЖФ4. Тогда белые играют ФЕ3. Ну и на ход АБ6, допустим, играют АБ4. Все заканчивается так называемой оппозицией. Ну, черные могут, конечно, пожертвовать шашку. Но это позиция проигранной. Допустим, БА5, АБ6. ЕД6. Быстро тут надвигаем. И черные не успевают пройти в дамки. Белые побеждают. То есть вот это единственный вариант, в котором белые могут получить преимущество. Так, сюда. Бьем правильно на Е3. Жертвуем шашку. Так. И вот правильно, конечно, в этой позиции ФЖ7 проигрывает за черных. Играть только АБ6. И вот тут все-таки партия заканчивается ничьей. Например, АБ4. Играем мы ФЖ7. И грозим сыграть БА5 и ЖФ4. И выиграть шашку. Поэтому белым приходится нападать БА5. Когда отходим. И у белых единственный ход. ЖФ2. Остальное уже проигрывает. Черные меняются вот таким образом. И белые достигают ничьей только за счет удара по затылку. Но это позиция ничейная. Можете проверить сами. Вот такой перехват возможен со стороны белых. То есть вот в этой позиции, друзья, все-таки запомним. Правильно меняться ФЕ5. А вот ход ДЕ5 все-таки ведет уже к преимуществу белых. Еще возможен в этой позиции ход ДЕ7. Тогда белые играют ФЖ3. И на ход ДЕ5. Ну, грозим пройти в дамки белым. Надо закрываться. ЖХ2. Ну, допустим, меняемся. Здесь у белых все-таки ничья тоже есть. Играем. Они играют БА3. Ну, и на ход АБ6 играют СД2. Далее, возможно, ЕД6. И белым надо меняться. ДЕ3. Побили, побили. Позиция у белых хуже, но ничья возможна. Допустим, ДЦ5. ЖФ4. БА7. АЖ3. Ну, после размена СБ4 белые заходят в люпки. Черные готовы прорваться в дамки, но белые все-таки достигают ничьей. ЖФ4, СБ2. ФЕ5 ставим дамку. Отошли. Играем АБ6. То есть грозим поймать дамку белых. Возможно, ну, не дамку, получается, меняемся. Но это тоже позиция, получается, ничейная. Допустим, откинули. Черные здесь выиграть не могут. Такая ничья, возможно. Так, если же белые, допустим, играют ЕД2, ну, не увидели, что можно прорваться в дамки, тогда играем на Ф6. Ну, и после ДЕ3 играем на Д8. Такое сильнейшее давление. И у белых только единственный ход. ДЦ7. Тогда играем АЖ5. И белым надо правильно побить. Сперва на А5. Ну, после хода на Ф6 правильно отдать шашку. ЕФ4 и АБ6. И снова черные победить не могут. ФЕ5. Играем БА7. Ну, и на ход на АБ8 играем АЖ5. Белые проводят шашку в дамке и также достигают ничьей. Ну, здесь, как видите, преимущество у черных. То есть, запомнили, друзья, в этой позиции правильно играть ФЕ5. Сильное давление. И ДЕ7. А вот ДЕ5 за черных играть слабо. Там у белых есть интересная контр-игра. Ну, и, наконец, последний вариант рассмотрим в этой позиции. Так, перевернем за белых. Как же здесь проще всего достигнуть ничьей вот в этой позиции? Наиболее простая ничья, мне кажется, вот такая. ЕФ2. Черные снова играют АЖ5. И вот здесь уже белым надо меняться. ДЦ5. Вот это самая, мне кажется, простая ничья. Черные играют ЖФ4. И мы меняемся ФЕ3. Ну, и здесь далее практически форсировано возникает такая позиция. Допустим, ЖА6 БЦ3. И на БЦ7 черные, видите, грозят отдать две шашки и побить три. Надо играть именно ЕД4. Единственный ход. Ну, и, несмотря на огромное преимущество, у черных выигрышей нет. Например, АЖ5 АБ2. ЖФ4 СБ4. ФЕ7 БА5. Ну, после размена белые достигают ничьей за счет жертвы. АБ6 и СД6. Ну, и тут возможны два варианта. АБ4 и ФЖ3. Давайте рассмотрим оба. После АБ4 отыгрываем шашку БА3. Допустим, кинули. ФЕ3 БЦ3. ЖФ4. Возникает примерно равная позиция. АБ4 ФЖ3. БА5. ЖФ2. Разменялись. Ну, и в ответ на постановку дамки играем на Д8. Побили, допустим. Отдали шашку. И белые все-таки достигают ничьей. Ну, тут, как видите, у белых никакой контр-игры нет. В этом варианте. То есть, они просто защищаются. Также ничья возможна после хода ФЖ3. Тогда играем БЦ3. И на ход ЖФ4 играем ДЕ5. Далее. ФЕ3, ЕФ6. ЖФ2. И белым надо идти в дамки. ФЖ7. Черные ставят дамку, допустим. Тогда ловим ее. Ну, и партия заканчивается ничьей. Допустим, АБ4. Играем по большой дороге. Черные отдают шашку. И партия заканчивается ничьей. То есть, друзья, выяснили. Вот в этой позиции, после хода ЕФ2, у белых есть надежная ничья, но нет контр-игры. После хода БЦ3 у белых есть некоторые варианты, в которых можно даже перехватить инициативу. Но у черных, как видите, огромное преимущество. Так что выбирайте сами, как вы будете играть. Решайте сами. Всем спасибо за внимание. Если понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До свидания. И давайте воевать только на шахматной и шашечной досках.